МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Церемония вступления Владимира Путина в должность президента России прошла в Большом Кремлевском дворце. Она началась с торжественного внесения государственного флага страны и штандарта президента. А затем солдаты президентского полка внесли специальный экземпляр Конституции и знак президента Российской Федерации. На церемонии присутствовали свыше двух с половиной тысяч гостей. Это представители всех ветвей власти, основных религиозных конфессий и общественных организаций, участники СВО, герои России, бизнесмены, деятели науки, культуры, спорта, волонтеры и зарубежные гости. Владимир Путин прибыл на церемонию ровно в полдень. В присутствии председателя Конституционного суда и всех присутствующих президент произнес присягу, а затем обратился к гражданам нашей страны. Хочу сердечно поблагодарить граждан России во всех регионах нашей страны. Жителей наших исторических земель, отстоявших право быть вместе с Родиной. Хочу поклониться нашим героям, участникам специальной военной операции, всем, кто сражается за Отечество. Еще раз благодарю вас за оказанное мне доверие и поддержку. И сейчас обращаюсь к каждому гражданину России. Только что произнес слова президентской присяги. В ее тексте сконцентрирована суть высочайшего предназначения главы государства – беречь Россию и служить нашему народу. Понимаю, что это огромная честь, обязанность и священный долг. Именно это определяло смысл и содержание моей работы в предыдущие годы. Заверяю вас, что и впредь интересы, безопасность народа России будут для меня превыше всего. Консолидированная воля миллионов людей – это колоссальная сила. Свидетельство нашей общей твердой уверенности, что судьбу России мы будем определять сами и только сами. Ради сегодняшних и будущих поколений. Мы единый и великий народ. И вместе преодолеем все преграды, воплотим в жизнь все задуманное. Вместе победим. АПЛОДИСМЕНТЫ Сегодня в нашей студии политолог Александр Безделов. Также на прямой связи со студией Марат Баширов, профессор кафедры взаимодействия бизнеса и власти Высшей школы экономики. Но прежде чем начнем разговор, напомним в деталях, как по сложившейся традиции проходит процедура инаугурации президента Российской Федерации. Начиная с 2000 года, инаугурация президента проходит в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца. Торжественная часть церемонии длится около часа. Первыми в Андреевский зал проходят солдаты президентского полка и вносят символы президентской власти. Офицеры несут конституцию в переплете из кожи варана и президентский знак, рядовые военнослужащие президентского полка, флаг России и штандарт. При этом вес древка с полотнищем составляет около 7 килограммов. Затем в Кремлевский дворец через парадный вход заходит президент. Он обходит всех гостей церемонии. В Андреевском зале он появляется с первым ударом курантов и торжественным маршем Петра Чайковского. Президент в присутствии глав обеих палат парламента и Конституционного суда приносит присягу. Она состоит из 33 слов и официально закреплена в Конституции Российской Федерации. Затем звучит гимн. Над куполом первого комплекса Кремля поднимают президентский штандарт. «Россия, священная наша держава, Россия, любимая наша страна, Отсучая воля, великое слава, Уйдет отстояние на все времена». После произнесения присяги глава государства считается официально вступившим на должность. Судья Конституционного суда передает ему символы президентской власти, после чего следует короткая речь президента и 30 залпов салюта с Кремлевской набережной. Заключительный этап инаугурации – парад президентского полка на Соборной площади. Итак, Александр, наверняка посмотрели церемонию инаугурации сегодня. Сегодня все посмотрели. Процедура прошла традиционно. И знаете, какой любопытный момент? Почему именно в Андреевском зале? Ну, Андреевский зал – это самый торжественный, его еще называют тронным залом. Насколько я понимаю, после реконструкции еще при Романовых в XIX веке он стал основным главным, то есть он замыкает анфиладу, то есть череду залов, посвященных высшим военным орденам, и называется в честь ордена Андрея Первозванного, который древнейшего ордена военного в России, который создан Петром I. То есть это главный фактически зал, наиболее торжественный, наиболее большой. Его еще, повторюсь, называют тронным залом со времен Романовых в Кремлевском дворце. Поэтому в этой связи другого выбора просто и не было, наверное, в принципе. А про саму процедуру что можете сказать? Все согласно усвоящей традиции? Да, да, то есть она полностью подчинена. Традиция оттачивается, конечно, то есть где-то какие-то мелкие детали добавляются, но в целом фактически она происходит неизменно в протяжении длительного срока времени. Здесь нет никаких отклонений, и это правильно, поскольку традиция есть традиция. Если мы каждый раз будем совершать какие-то дополнения, то есть саму традицию не оттачивать до ювелирной точности, а вносить что-то новое, то фактически это перестанет быть традицией. И она видоизменится настолько, что мы не сможем ее и традицией это назвать. Поэтому здесь все произошло так, как оно было практически в 2018 году, и до этого в 2012 году. И тем не менее, перед процедурой инаугурации пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что все-таки есть, будут нюансы, да, некоторые. О них поговорим с Маратом Башировым. Напомню, он находится на онлайн-связи со студией сегодня. Марат, подключайтесь к разговору. О каких нюансах говорил Песков? Что вы отметили? И для чего эти нюансы были внесены? Ну, всегда модернизируется немножко процедура и во время послания президента, и во время инаугурации. Если вы обратили внимание, то была трансляция той части, когда президент принимал парад кремлевского полка. Вы на это смотрели. Машины передвижения, то есть были, в общем, новая машина, от него появилась данность. Причем, обратите внимание, там номер, знаете, не такой, как у нас часто любят, 001. Он, по-моему, был 092 и без букв А. Мог бы вообще без номеров, кстати, как президент ездить. Но вот соблюдал все правила дорожного движения. Мотоциклисты были, кстати сказать, несмотря на дождь. И я, насколько понимаю, что это мотоциклы отечественного производства. Но это все такая декорация, основные моменты, инаугурации. Коллега абсолютно прав, они не меняются год от году. И, соответственно, это, знаете, такая, в общем, тоже преемственность. Президент в последние дни очень много говорил об этой преемственности. Вот преемственность в ритуалах, это тоже очень важная история. Ну и мы с вами увидели то, что президент потом заходил в храм. Его там приветствовал патриарх. И патриарх, у него была такая, в общем, короткая речь, которая тоже немножко удивила нас всех. Но, очевидно, это тоже из тех нюансов, о которых говорил господин Писков. Спасибо, Марат, большое. Оставайтесь, пожалуйста, на связи. Александр, уже показали, да, и сказали про автомобиль, Аурус. Не в первый раз, да, в прошлой инаугурацию президент тоже на этом же автомобиле прибыл. В этот раз его обновили. Отечественный автомобиль. В этом есть какой-то подсмысл? Как считаете? Да, безусловно. Очень важно понимать, что развитая автомобильная индустрия, автомобильная промышленность, тем более способна изготавливать автомобили такого класса, способные для передвижения, обеспечить передвижение высших лиц государства. Это, наверное, где-то с десяток государств в мире. То есть США, соответственно, Россия, Япония, Германия, Франция, Великобритания, ну, фактически, там, Корея, там, да, то есть очень небольшой перечень государств, которые способны такого класса автомобилей делать. Поэтому лично лучшего случая для того, чтобы продемонстрировать возможности российского автофрома, просто не было. Лучшей рекламы для этого автомобиля просто не было. Это важный элемент, действительно, в том, о чем говорил президент и говорит в последнее время. Это подчеркнуть суверенитет, в том числе и такую промышленную независимость России. Спасибо. Отмечу, что на инаугурации президента присутствовала и делегация из Тюменской области. Губернатор региона Александр Мор отметил в своем телеграм-канале, что это, цитирую, исторический день для нашей страны. В марте на выборах главы государства мы, жители Тюменской области, как и большинство россиян, поддержали действующего главу государства. Сплотились вокруг нашего национального лидера, выбрали человека, который сделал Россию сильнее, вернул уважение к ней во всем мире, человека, который изменил все. Сегодня Тюменская область, как и вся страна, уверенно смотрит в будущее. Мы реализуем национальные проекты и региональные программы, поддерживаем инициативы президента, готовы и дальше воплощать все задуманные планы в жизнь. Конец цитаты. Отказ послов некоторых западных стран присутствовать на инаугурации президента не является поводом для каких-то ответных шагов. Еще до инаугурации заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. И хотя послы на церемонию не пришли, мировые СМИ следили за инаугурацией в прямом эфире. Это Sky News, CNN, Daily Mail и другие. Марат, вы на связи со студией, надеюсь, вы меня слышите. Вот это вот бойкотирование и инаугурации Путина, это ожидаемо? О чем говорит? О признании легитимности нашего, не признании легитимности нашего президента? Или что здесь подразумевается? Да, позвольте мне очень короткую реплику про Ауров. Почему-то многие считают, что это такой автомобиль, который производится очень небольшой серией. Вот сегодня господин Мантуров, это вице-премьер, министр еще промышленности и торговли пока, исполняющий обязанности, в общем, правительство в отставке, сейчас СЕО. Он сказал, что этот автомобиль будет производиться в Санкт-Петербурге на тех мощностях, на которых раньше производилась Тойота. То есть теперь это будет автомобиль такого массового серийного производства. Он, в общем, дорогой, понятно, да, но тем не менее, вот то, что коллега сказал, что это не, знаете, такая очень частная сборка. Это автомобиль, который готов для серийного производства. Никакого бойкота послами нет. Присутствовала, кстати сказать, посолы Франции. Присутствовали послы очень многих стран из Африки. Я видел посла Вьетнаму. Там, в общем, больше полутора тысяч человек было в общей сложности, поэтому всех-то не разглядеть. Но поэтому говорить о бойкоте, конечно, нельзя. И самое главное, что вчера Газдеп заявил, что они там что-то, в общем, недовольны процедурой выборов, но они считают Владимира Владимировича Путина президентом Российской Федерации. То есть они легитимность и признают. Поэтому ни бойкота, ни отрицания легитимности нет. Ну и это опасно, в общем, для них-то вот в такие игры играть. Хотя отдельное государство, как в Прибалтике, там что-то, в общем, позволили себе. Но мы понимаем, что это как в той басне. Аймоська, знать, она сильна. Лает на слона. Но ради бога. Вы знаете, если кому-то из послов вообще не нравится что-то в России, они ведь, когда приезжают, они же просят так называемый агримент, то есть согласие российской власти на то, чтобы этот человек приехал в качестве посла. И потом они вручают верительные грамоты. И вручают не кому-нибудь, а президенту Российской Федерации. Так вот эти самые люди, которые сейчас тут сказали, мы тут, они же, знаете, как хитро поступили. У нас командировка, они сказали. То есть это не то, что вот я, значит, сижу у себя в офисе где-то, это в Москве. Нет, у меня вот случайно получилось, я в командировку. Ну, тоже такое, значит, глупость такая очевидная. Так вот они вручают эти верительные грамоты президенту Путину. И на следующий срок исполнения полномочий послов, они опять-таки пойдут в тот самый зал, где президент Путин будет у них принимать эти верительные грамоты. Что касается средств массовой информации, вы абсолютно правильно отметили, это очень важно. Президент Путин самый популярный человек в мире. Из политиков, значит, не будем там с поп-звездами сравнивать. Поэтому, конечно, интерес зрителей, интерес читателей, слушателей, зарубежных СМИ просто огромный. И эти средства массовой информации, они не захотели терять эту аудиторию. Отсюда вот эта прямая трансляция. Спасибо, Марат. Оставайтесь, пожалуйста, на связи. Александр, согласны с коллегой? И уже посмотрели реакцию СМИ после инаугурации? Ожидаемо? Да, могу сказать, что, конечно же, например, инаугурация произошла меньше фурор, чем, например, российские предполагаемые, планируемые учения с применением тактического ядерного оружия. На них реакции было гораздо больше. Практически каждая СМИ прореагировала из ведущих. Здесь реакции было немного меньше, потому что это формальное, на самом деле, для них мероприятие. Но, тем не менее, реакция есть. И не могли не отметить то, о чем говорил коллега, в частности, немецкая СМИ, там, Шпигель, по-моему, писала о том, что инаугурация внесла раскол в Евросоюз. То есть, в целом, политики Евросоюза и государства, и, соответственно, в виде послов отказались присутствовать. Но несколько государств, такие как Венгрия, Франция, Словакия, прислали все-таки своих послов на эти мероприятия. То есть, некоторые действительно, в частности, как посол США, покинули вообще Россию на время инаугурации, чтобы не присутствовала, чтобы была уважительная причина. Но, в целом, в СМИ Германская отметила, что даже инаугурация, такой формальный момент, но внесло раскол в ряды Евросоюза. Это, во-первых. А, во-вторых, там, СМИ также писали о том, что президент России очень уверенно вступает в свой новый срок в силу того, что фактически никаких конкурентов и на выборах у него не было, и сейчас он уверенно контролирует всю политическую ситуацию в стране. И, в основном, были посвящены вот этим моментам публикации. Но, еще раз повторюсь, гораздо меньше ажиотаж, например, там, те же самые учения наши с тактическим ядерным оружием, планируемого этого исповедовала. Все-таки это формальное мероприятие, хотя вот, да, то есть, даже оно внесло в раскол такой определенный ВС, пишут СМИ. Добавлю, что в составе делегации в Тюменской области на инаугурации президента Российской Федерации была Елена Перминова, директор регионального центра «Семья». Она также была доверенным лицом Владимира Путина в 2024 году. Своими эмоциями от посещения церемонии Елена Перминова поделилась эксклюзивно с нашей программой. Послушаем. Я нашла место, где встречали президента, около большой делегации дипломатов иностранных стран. И было очень приятно видеть их реакцию на наши как раз церемониальные моменты. Это их очень впечатляет. И, конечно же, сама церемония была очень торжественной. Было очень тихо. Было важно видеть каждую деталь. Было важно видеть вот эту вот торжественность момента. Внос знамени, внос Конституции, проход самого президента. Это очень впечатляет. И вот, находясь на месте, испытываешь действительно такую вот торжественность момента. Ну и, конечно же, слова нашего президента, когда он сказал о самой важной цели – это народосбережение. И меня это очень затронуло, поскольку я много лет работаю с семьями, с детьми. Спасибо, Елена Первина, что поделилась своими впечатлениями и эмоциями. Вновь подключим к разговору Марата. Марат Баширов на связи со студией. Марат, скажите, вот как вы считаете, большие кадровые перемены у нас предстоят, если говорить про состав правительства? По Конституции правительство сложило свои полномочия. Президент Пукин тут же издал указ о том, что все назначаются исполняющими обязанностями. Очевидно, голосование за премьера состоится 10 числа. Кондиотура будет внесена раньше. И, соответственно, с 13-го, по-моему, числа два дня будут слушания в комитетах Госдумы по кандидатурам на посты премьеров, вице-премьеров и министров, федеральных министров. Кроме силовых министров, их назначает президент просто своим указом. Это новая норма, которая была нами всеми проголосована и принята в 2020 году. И она впервые применяется. Будут ли кадровые перемены? Вы знаете, я, честно говоря, ожидаю не очень больших перемен. То есть ясно, что в костях вице-премьеров останется, возможно, пара-тройка министерств. Но что точно будет сохранено, это, очевидно, вот этот гендерный баланс в правительстве. То есть присутствие женщин и мужчин на руководящих постах. Вообще у президента Путина очень, знаете, такая сдержанная кадровая политика. Он не разбрасывается кадрами. Прежде чем назначить, он очень долго выбирает. В данном случае это будет предложение и утверждение с его стороны. И он потом этим людям очень сильно доверяет. Поэтому кадровые чехарды совершенно точно не боют. Это правительство, которое сейчас ушло в отставку, отработало, на мой взгляд. Ну, на 9 баллов точно из 10. Значит, 10-то и не стоит никому ставить. Да, в общем, кроме президента. А вот на 9 баллов совершенно точно. Они были эффективны. Это президент, кстати сказать, вчера отмечал, когда встречался с этим составом правительства. Вроде бы прощался, но тут же говорил им «Здравствуйте». И вот это «Здравствуйте», она звучала в его оценке. То есть как он видит результаты работы этого правительства. Но, тем не менее, жизнь идет, появляются новые задачи. Очевидно, будет изменена структура немножко федерального правительства. И это вызывает необходимость дать дорогу каким-то другим людям и для карьерного роста, или, соответственно, перейти на новые места работы, где они будут более востребованы. Вот здесь поймаю вас на слове. Вот как вы считаете, не случайно на службе в Храме Христа Спасителя рядом с президентом был Собянин? Не его ли кандидатура следующая в премьеры? Как считаете? Думаю, что нет, что премьером все-таки останется господин Мишустин. Тем не менее, вы знаете, задачи-то ведь огромное количество на эту каденцию президента Путина. За шесть лет надо сделать очень много. Это касается и региональной политики. Вы видите, как остро стало звучать тематика, связанная с родным местом в своем управлении. Президент об этом говорил много в послании. Приезжал, кстати сказать, на съезд органов местного самоуправления в январе еще до послания. И там очень тоже много высказывал. Потому что вопросы финансового обеспечения органов местного самоуправления, которые у нас нагружены, на самом деле, полномочиями, а при этом денежек-то нет, и это надо как-то исправлять. У нас, кстати сказать, даже по 131 закону нет четкого перечня того, что органы местного самоуправления обязаны выполнять. Вот как только появится перечень, появятся и денежки. То есть станет понятно, что эти деньги откуда-то должны, в общем, появиться. Или их дайте заработать, или просто, в общем, целевое, как бы, внесение. И вот господин Собянин, который прошел, ну, фактически все ступеньки в органах власти, и в регионе поработал, и на уровне округа, и в правительстве Российской Федерации, был главой администрации президента, мэр Москвы. Вот его опыт, конечно, вполне возможно президента Путина будет востребован. Но все-таки, думаю, что не на должности премьера. Спасибо, Марат, большое, что поделились своим мнением. Напомню зрителям, что на онлайн-связи со студией сегодня был политолог Марат Баширов. Александр, как вы считаете, когда мы узнаем утвержденный состав правительства России, придется Госдуме поработать в праздники? Да, ну, 10-го уже праздники. То есть 10-го им придется утверждать, скорее всего, премьер-министра. И после этого будет очень быстро обнародован состав. В чем особенность нашего президента? То есть, во-первых, до конца интрига всегда сохраняется. Нет такого, чтобы вот какие-то сливы, вбросы были. Это допускалось. То есть, такие решения до самого последнего момента для того, чтобы, скорее всего, не было каких-то компрометирующих, там, черного пиара и так далее. Всем, что с этим связано против кандидатур, которые вносятся. То есть, до последнего будет интрига сохраняться. До самого последнего момента будет сохраняться интрига. Хотя понятно, что Мишустин будет премьер-министром. Но не зря вы упомянули Сергея Собянина. Его роль в стране вообще очень велика. Но это означает не то, что он станет премьер-министром. Это совершенно не обязательно. А, скорее всего, и в этом другая особенность нашего президента. Он способен на яркие кадровые решения. Это вполне возможно такие. Я ожидаю, что будут такие кадровые решения яркие. Мы какие-то фамилии увидим. В том числе, возможно, связанные с Собянином. То есть, так или иначе. Поэтому в этой связи, да, мы в ближайшее время узнаем. До 15-го числа, сказала Матвиенко, будет утвержден состав правительства. И 10-го будет известная кандидатура премьер-министра. И, соответственно, я думаю, что тут же в ближайшее время будет список готов правительства. Но до последнего момента мы не будем знать. Еще раз повторюсь, яркие кадровые решения, скорее всего, будут. То есть, перемены ждем? Каких? Они будут точечные, но яркие. Спасибо большое, Александр, за беседу. Спасибо за ваше экспертное мнение. Сейчас прервемся. После обсудим паводок в Тюменской области. Расскажем последние новости. А также узнаем у экспертов студии, как Тюмень будет праздновать День Победы. Оставайтесь с нами. Идем по течению. Каким населенным пунктам сейчас угрожает паводок? Ждем прямых включений. Концерты, велогонка, салют. Как тюменцы отпразднуют 79-ю годовщину Победы? Все расскажем через пару минут. Не переключайтесь. Еще один день в борьбе с паводком. Несколько населенных пунктов остаются отрезанными водой от большой земли. Работают лодочные переправы. Жители остаются в пунктах временного размещения. Спецслужбы, волонтеры и добровольцы продолжают укреплять дамбы. О последних новостях расскажем. Это вечерний хэштег. Продолжаем эфир. И вот последние данные о состоянии рек в регионе. Согласно информации Тюменского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на сегодня, на 4 часа дня, уровень реки Табол в районе сел Упорова и Коркино снижается. Также устойчивое снижение идет в Ишимском и Абадском районах. Так, по данным гидропоста, в Ишиме минус 6 сантиметров с 8 часов утра, в Икулово минус 1 сантиметр. Тем не менее, уровень рек в этих районах все еще на критических отметках. Так что там продолжают противостоять стихии. В частности, напомню, в Икловском районе работают лодочные переправы, которые связывают отрезанные большой водой деревни и села с районным центром. Какая там обстановка, спросим у главы территории Андрея Лотова. Он на связи со студией. Андрей Александрович, здравствуйте. Что говорят специалисты? Пик паводка уже достигнут? Пик паводка, считаем, что уже достигнут. У нас становилось на отметке 11,68 в Иклово. И, соответственно, это на 71 сантиметр больше 2017 года. Надеемся, что дальнейшее повышение не ожидается. И со временем будет только снижение. А какие первоочередные задачи вот прямо сейчас? Что стоит на особым контроле? Первоочередными задачами, считаю, это окарауливание мест, протечек, окарауливание дамб, окарауливание насыпей. И работаю по устранению всех этих протечек, для того, чтобы не допустить прохода воды к домам. И второе, это, конечно же, обеспечение доставки граждан и продуктов питания, основных необходимых вещей в местах, где у нас не имеется автобусного сообщения, то есть отрезанные участки. А в каких населенных пунктах Викловского района вот сейчас самая сложная ситуация? Сложная ситуация во всех населенных пунктах, которые находятся в пойме реки Ишим. И, кроме того, даже не находясь в пойме реки Ишим, населенные пункты некоторые у нас отрезаны водой. Поэтому логистически добраться приходится уже, используя водные переправы. Большое количество перевезти достаточно сложно, поэтому в основном занимаемся поставкой продукта питания и работаем по экстренным нуждам. Больных доставляем или какие-то службы. Андрей Александрович, а насколько помогло личное присутствие главы региона вот в решении первоочередных вызовов стихии? Я считаю, что поездка и прибытие Александра Викторовича достаточно положительно сказалось. Во-первых, все службы мобилизируются, прислушиваясь к рекомендациям. И Александр Викторович, имея хороший большой опыт, посещая уже другие, там, где уже практически идет спад воды, и, значит, привозя нам очень хорошие дельные советы, мы настраиваемся на эти работы, прислушиваемся к советам и выполняем то, что рекомендовано. А насколько сплотились перед большой водой жители района? Как помогают и поддерживают друг друга? Во-первых, во многих населенных пунктах жители добровольно выходят и в настоящее время, и вот прошедшие недели уже практически месяцы. Выходят, помогают строить насыпи, сами отсыпают, сами тарят мешки, завозят, используя и свою технику в том числе. И при этом тратя время, большое время на то, чтобы помогать и окарауливать, и строить, и устранять разного рода протечки. Ну, то есть, я считаю, что жители у нас очень молодцы. Буквально только по одному сообщению в социальных сетях у нас до 200 человек сразу же появляются, начинают работать. В течение дня они меняются, тем самым обеспечивая возможность качественно проводить работы. Ну, таким сплочением можно только гордиться. Спасибо. С нами на связи был глава Викловского района Андрей Лотов. Заводоуковский городской округ встретил большую воду в выходные. В муниципалитете подтопило дороги до ряда населенных пунктов. Обстановку уточним у главы Заводоуковского городского округа Светланы Косеновой, которая тоже уже на связи со студией. Светлана Анатольевна, расскажите, какую территорию уже заняла вода? Пришло и пришло очень много воды. У нас на сегодня, вот я сама непосредственно сейчас нахожусь в Селену Улыбаева, которая просто отрезана, так скажем, от большой земли со стороны Заводоуковска. То есть благо, что у нас есть доступность через Упоровский район, по крайней мере, да, это, конечно, большое очень плечо, но есть возможность доступности автомобильного сообщения. Комарова, Сунгурова, Лыбаевская территория, ну и непосредственно центр нашей Лыбаевской администрации, это село Новолыбаева, которое, повторюсь, со всех сторон окружено водой. У нас тут появилось Лыбаевское море, красивое, на которое можно любоваться ночью, звезды отражаются. Было бы это так красиво, если бы не было так страшно. Действительно. А запас продуктов, воды, лекарств вот успели сформировать? Лекарственное обеспечение имеется, обеспечение продуктами также имеется. То есть мы заранее же понимали, что нас ожидает такая ситуация, но не такая страшная, насколько она сейчас, но предполагали, что все равно подтопление будет. Поэтому продукты предпринимателей, которые здесь осуществляют торговое обслуживание, завезли заранее. Единственное, что мы сейчас, естественно, в ежедневном режиме, это подвозим хлеб и скоро портящиеся продукты. А как показали себя жители в данной ситуации? Сплотились? Я благодарна просто всем жителям, которые проживают на этих территориях, потому что они такие стойкие, они на позитиве. Для меня это, конечно, страшно. Я смотрю и прям страх испытываю, они меня все успокаивают. Все хорошо с Антолиевым. Пройдет и это. Ну, невероятная стойкость настоящих сибиряков. Спасибо и удачи вам. Напомню, что с нами на связи была глава Заводоуковского городского округа Светлана Косенова. Следить за обстановкой в зоне паводка помогают беспилотные летательные аппараты. Сейчас на связи со студией Денис Гордеев, руководитель направления БПЛА филиала Центра воин Тюменской области. Денис, здравствуйте. Где вы сейчас находитесь и как часто вас могут перемещать с места на место? Ну, я нахожусь сейчас в село Виколова. Это Виколовский район. У нас есть определенный график работы. Ну, и в зависимости от запроса оперативного штаба по ЧАЭС могут перебросить, но в любое время. А чем, прежде всего, помогают дроны в ситуации с паводком? Вы следите за движением воды или больше смотрите на состояние дамп и насыпей? Первое, да, что сразу новым идет, как в известной песне. Мне сверху видно все. Ты так и знай. В данный момент вот эти технологии в беспилотно-летающих аппаратах, они существенно улучшили вот этот момент мониторинга. Не только состояние дамп, а не только уровень воды. Можно контролировать разлив воды в том числе. Ну, и другие моменты. Оперативно переключились на мониторинг по состоянию дорожного движения. Были запросы от ГИБДД посмотреть, ну, как скапливается автотранспорт на там аббатском направлении. А работать приходится в круглосуточном режиме? Вот как часто вы летаете? Мы готовы работать в круглосуточном режиме. Вот 24 на 7, как часто. Но если понимание, у нас взлет-посадка до 20 взлетов, посадок, ну, это как минимум в сутки. Вот почему в сутки? Поскольку мы можем использовать и тепловизионные средства наблюдения, вот, и в ночное время тоже можем вести съемку. Сложные погодные условия. Шквалистый ветер. Вот насколько мешают работе дронов? Безусловно, мешают. Но мы оснащены не, так сказать, не одним дроном, а несколькими видами. И есть они там по классам. Шестой класс защиты против ветра. Это до 17-18 метров мы можем взлетать и отрабатывать. Ну, понятно, что картинка маленько хуже, поскольку всплывает дрон и все остальное. А было такое, что за время паводка что-то обнаружили, какую-то проблему обнаружить удалось только с помощью коптера, а с земли было ничего не видно? По аббатскому направлению мы вот это встретили, такой наплыв воды, и там вот действительно сползли вот эти мешки в большом, ну, как в большом объеме, там, количестве, как можно сказать. Да, ну, вот оперативно приняли меры и, как бы, ликвидировали. А так в основном это вот эти вот сочения, там, вот. Ну, и вот, как бы, порывы вот этих пленок, разбывы волной, где-то всыпание грунта. Вот такого, что прям колоссально страшного не было. Ну, картина какая на самом деле? Слышали тоже на выражении, да, это страшно красиво. Это плохо, может быть, я и говорю, но действительно, порой смотришь на селенный пункт страшно, а с другой стороны природа красиво. А вот эта вот стихия, вода, она действительно достаточно сложная в том понимании, чтобы ее удержать. Ну, все знают, что там рано или поздно вода, которая капает на камень, она этот камень пробьет. Вот. Люди с большим таким энтузиазмом отстаивают свои населенные пункты. И, ну, это впечатляет. Спасибо большое. Напомню, что на связи со студией был Денис Гордеев, руководитель направления БПЛА филиала «Центр войн» в Тюменской области. Напомню, оперативно о ситуации с паводком рассказывает съемочная группа телеканал «Тюменское время». Происходит это в рамках официального информационного канала «Внимание, паводок». О работе в непростых условиях поговорим с тем, кто всегда за кадром. Это видеооператоры. Евгений Доценко на связи со студией. В эти минуты он на очередном выезде. Женя, приветствую. Надолго не отвлеку. Мы видели, что корреспонденты, которые включались в эфир с паводка, заходили в воду порой по пояс. А операторы за кадром в этот момент тоже в воде? Были какие-то последствия? Приходилось лазить в воду довольно часто. Очень часто лазили по пояс и даже выше. Заболеть не заболел, но мерзнуть приходилось часто, так как вода холодная. И, говорю, бывало часто, что по поясу даже выше стояли. Но при этом у корреспондента только микрофон, который он так крепко держит в руках, чтобы не уронить в воду. А у вас камера, штатив, вы не боязны за аппаратуру? Штатив нет. Штатив на такие съемки обычно не берется. То есть все снимается с ходу, с плеча. За аппаратуру бывало страшно, да, когда особенно по поясу в воде залазишь и понимаешь, что там может быть либо какая-то яма, либо какой-нибудь люк. Ты можешь споткнуться и спокойно уронить все это, намочить и работать будет не на чем. Ну, вы в паре с корреспондентом отработали на паводке чуть ли не больше всех других съемочных групп, около двух недель. Вот что запомнилось из командировки? Какой населенный пункт? Больше всего запомнилась Санте-Смородинка, которая находится в Ишиме. Там дома у людей затопило, ну, больше половины первого этажа. Некоторые постройки, которые, ну, которые находятся не на капитальном фундаменте, такие, как беседки, у кого-то старенькие бани, они всплывали и уплывали прямо за несколько участков, бывало, дальше. Да, действительно, стихия ничего на своем пути не щадит. Последствия паводка еще только предстоит устранять. Надеемся, что большая вода уже совсем скоро отступит. Спасибо, Женя. Напомню, мы общались с видеооператором телеканала «Тюменское время», который работал на паводке. Сейчас вновь прервемся. После паузы расскажем, как тюменцы отпразднуют 79-ю годовщину Победы. Не переключайтесь. Это День Победы. Тюменцы уже празднуют 79-ю годовщину Победы. Какие мероприятия состоялись? Бесшествия и парада. Какая программа ждет жителей и гостей города 9 мая? Как будем праздновать? Все расскажем буквально через пару минут. Под парусами Победы 9 мая в Тюмени пройдет парад парусных судов. Эта акция, ставшая уже символом единства, силы духа и непоколебимой веры в будущее нашей страны, состоится уже второй год подряд. Что еще ждет жителей города и области 9 мая? Как будем праздновать? День Победы расскажем. Это вечерний хэштег. Продолжаем эфир. В нашей студии Ирина Алексеева, директор департамента культуры и администрации города Тюмени. Сергей Борисевич, директор департамента по спорту и молодежной политике города Тюмени. И Лариса Соловьева, шеф-редактор телемарафона «Наследники Победы», который состоится 9 мая. Всем добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Ирина, в Тюмени парада к 9 мая не будет, но День Победы мы все же отпразднуем. Да, и одна из площадок разъединется у технопарка на республике. Расскажите, что там ждет жителей? Будут какие-то фишечки особенные в этом году? Конечно, в 10.30 праздничная программа стартует у технопарка. Помимо праздничной концертной программы с танцевальными и концертными номерами у нас, конечно, подготовлено много активностей для горожан. В первую очередь, это, конечно же, мастер-классы по изготовлению военной пилотки, флага Победы, изготовлению фронтовой игрушки. Участвовать могут все желающие? Да, могут все желающие. И с собой не нужно ничего нести? Ничего не нужно. Все выдадут? Все выдадут, да, даже можно будет с собой на память унести. Конечно же, можно, наверное, об этом сейчас важно сказать. Всех, кто придет на эту площадку, могут нести свой неоценимый вклад в приближение Победы и поучаствовать в плетении маскировочных сетей, которые потом будут отправляться в зону специальной военной операции. И хотела отметить, что поучаствовать в плетении маскировочных плетей можно не только у технопарка, а также на площади 400-летия. Будут игры викторины, которые подготовила городская библиотечная сеть, можно узнать и познакомиться, а есть ли в нашем городе улицы, которые посвящены героям нашей Великой Отечественной войны. Поэтому такая интересная, насыщенная программа. Можно написать письмо родственникам, праздничную открытку с пожеланиями мира и добра, и тут же отправить адресату. Ну и, конечно же, солдатская фронтовая каша. К тому же у нас по городу будут курсировать фронтовые бригады, это тоже уже традиционное такое празднование, да, поздравления в День Победы. Где их можно будет встретить? И песни, которые будут исполнять. Вот все те же, всем знакомые, будем петь всем городом. Да, к сожалению, уже меньше тысячи осталось в нашем городе, проживая от ветеранов, участников Великой Отечественной и тружеников тыла. И, конечно же, по доброй традиции, силами учреждений культуры города и концертного театрального объединения будут работать шесть фронтовых бригад. Более шестидесяти адресов, где проживают ветераны, приедут фронтовые бригады, время их работы с девяти до восемнадцати. Такая очень трогательная, конечно же, акция, в которой принимают не только артисты участие, а когда приезжают фронтовые бригады, то, конечно же, и все соседи, и все, кто проживают во дворах, конечно же, приобщаются к этой акции. Помимо этого, курсантами ТВИКу и воспитанниками областного поискового, извините, областного центра до призывной подготовки аванпоста юноармейцами будет проводиться акция параду Дома ветерана и отдание почестей десяти ветеранам, участникам Великой Отечественной. Какие песни, горячо нами всеми любимые песни, патриотические, военные, которые, конечно же, прославляют подвиг и мужество советского солдата. Значит, будем действительно петь всем городом, опять же, традиционно. Сергей, а также в рамках празднования Дня Победы у нас состоятся и спортивные мероприятия, не только 9 мая, но и 8 мая. Расскажите, что ждет горожан? Да, действительно, уже завтра у нас начнутся первые мероприятия спортивные. Начнутся они в 11 часов. Это традиционная велогонка в памяти Героя Советского Союза Мариты Амельникайте. Данное мероприятие пройдет у нас на лесобазе, на лесопарковой улице. Это велогонка-критериум, где наши ребята-велосипедисты будут состязаться и побеждать. Второе мероприятие – это в 13.30 на набережной. У нас у конторы пароходства будет дан старт нашей традиционной легкоатлетической эстафеты, которая с 1945 года ежегодно проводится в нашем городе по улицам нашего города. Но в связи с тем, что сейчас реконструкция наших улиц идет, улица Ленина обычно, там у нас был старт данной эстафеты. В этом году мы ее проводим на набережной. Набережная. Участвуют у нас 72 команды. 72 – это для нас число, цифра знакомая очень хорошо. Около тысячи участников у нас будет. И приглашаем всех. Это будет мероприятие завтра. На 9 число у нас также пройдут уже мероприятия на нашей прекрасной реке, на нашей набережной. Но они будут на реке Тура проходить. В 12 часов заплыв моржей, которые от аквапарка «Лето-Лето» будет дан старт. А финиш – это в течение где-то часа они будут преодолевать в течение около 5 километров дистанцию у конторы пароходства. То есть можно будет посмотреть, понаблюдать. Потом будет у нас заплыв бессмертного полка. То есть ребята моржи поплывут с флагами, со знаменами, с портретами своих дедов, прадедов. Это тоже очень хорошее такое мероприятие, акция. Ну немножко необычное. То есть моржи в воде и с портретами дедов, прадедов своих. Это сильно. Также в 12 часов у монастыря у нас на воду встанут, как вот вы начали с того, что непосредственно наша флотилия встанет. И в 14.00 можно будет наблюдать ее на набережной. То есть ребята будут проходить как раз в это время набережную. То есть это тоже наши лодки, катамараны с флагами, знаменами. Здесь очень хорошее такое зрелищное мероприятие. То есть приглашаем всех. Погода, уверен, будет хорошая. Да, можно посмотреть и отпраздновать праздник. То есть активностей будет много. И даже если стартануть сразу с велопробега, с лесобазы, все равно все площадки не охватить. Но есть вариант, как все увидеть. Правильно, Лариса? Да, есть такой вариант. 9 мая мы начинаем в 9 часов утра и заканчиваем в 3 часа. Ну плюс-минус, скорее плюс. Естественно, мы будем показывать все, что будет происходить в городе. Более того, мы будем показывать, что происходит в районах нашей области, какие там мероприятия, какая там программа, как там отмечают этот прекрасный праздник. Мы выйдем на связь с другими городами. Это уже нам хорошо знакомый Краснодон, Луганская народная республика. Там работает наша съемочная группа. Это Москва, естественно. Мы даже возьмем фрагмент Парада Победы, который будет проходить в Москве в 12 по нашему времени. У нас будут города-герои, перекличка, как там отмечают этот праздник, какие мероприятия у них запланированы. Ну и, конечно, самое главное – это истории, которые мы расскажем в рамках своего марафона. В этот раз мы выбрали такую концепцию, название говорит само за себя – «Наследники Победы». Потому что действительно наше время кидает новые и новые вызовы. И мне кажется, потомки тех великих победителей вполне достойно с ними справляются. Поэтому мы расскажем не только о тех людях, которые ковали эту победу в 45-м, но и об их потомках, которые в наше время продолжают ковать свою победу. Каждой вот свою маленькую, кто-то больше, кто-то меньше, но продолжает нести вот это знамя народа-победителя. То есть традиционный телемарафон будет, как обычно, такой масштабный. И, опять же, традиционно в канун Дня Победы телеканал «Тюменское время» объявил акцию «Я горжусь» в этом году желающих поучаствовать и рассказать о своих героях гораздо больше, чем в прошлом. Приходят с детьми. Они рассказывают о подвигах своих прадедушек со слов старших. Читают стихи, поют песни военных лет, показывают альбомы и награды. Многие семьи собирали сведения о родственниках по крупицам. Давайте послушаем одну из героических историй акции «Я горжусь». «Я хочу рассказать о Бешмухамедове Тамерлане Каримовиче. Это дед моего мужа. К сожалению, я лично с ним не знакома, но с первых дней знакомства со своим супругом он мне рассказывал о своем отважном деде-герое. 18 августа 1919 года в деревне Осиновка родился мальчишка Тамерлан. После окончания школы он закончил педагогический техникум. Потом он поступил в летное училище и после летного училища он попал на Великую Отечественную войну. На его счету 188 боевых вылетов. Во время Великой Отечественной войны он участвовал в боях за родину на Кавказе, Кубани, в Крыму, Белоруссии, Польше, Восточной Пруссии. 15 мая 1946 году Тамерлану Каримовичу заслуженно присвоили звание Герой Советского Союза. И на его доме, в котором он проживал, в Республике 133, установлена мемориальная доска. Безусловно, каждую семью коснулась та Великая Отечественная война. Каждому есть кем гордиться. Сергей, расскажите, вы с каким чувством отмечаете День Победы в вашей семье? Кем гордятся? У нашей семьи мы гордимся дедом своим. Это мамин отец, Шатров Георгий Иосифович. Он в 1941 году ушел на фронт защищать нашу родину. И в 1945, то есть он полностью прошел всю войну, был на Украинском фронте. И в 1945 году вернулся живой, здоровый, невредимый. И в 2005 году я сделал портрет, я тогда не знал, что такое бессмертный полк. Но сделал на первом формате большой портрет деда Гоши нашего. И с гордостью ходил в составе, тогда я в аграрном вузе работал, и в составе колонны ходил. Это тот самый портрет, который мы сейчас видим? Да, вот это деда, нет, портрет другой. Там еще есть одна фотография, где они все вместе, это 1943 год. Они на привале, когда они продвигались и гнали, как говорится, врага. И там ребята как раз, у деда как раз есть орден Красной Звезды, вручили. И здесь, видимо, вот у них как раз отдых был, и они вот эту фотографию запишли. Это бабушка уже. Я его помню, но он в 1980 году умер. Мне тогда было всего там 4 года, 5. И получилось, что помню, ну фрагментами, ну очень много рассказывают. И говорят еще, и мама, и бабушка рассказывают, что я очень похож на деда. Мне это тоже очень приятно. Что ж, действительно, 9 мая будем чествовать наших героев, праздничных площадок. Будет много. Жители интересуют еще, Ирина, момент, а будет ли салют? Тюмень носит почетное звание «Город трудовой доблести». И вы знаете, что в 2021 году присвоено почетное звание указом президента нашей страны. И по федеральному законодательству всем городам, носящим это почетное звание, предписывает производить праздничное салютование в день весны и труда, 9 мая и в день города. Соответственно, выполняя федеральное законодательство на площади 400-летия в рамках плац-концерта, который будут проводить курсанты Тюменского высшего военного инженерного командного училища, по окончании будет произведено праздничное салютование из стрелково-оружейного оружия. Поэтому всех приглашаем приобщиться к этой акции в 11 часов начала. Еще раз напомню, что 9 мая команда телеканала «Тюменское время» проведет большую праздничную трансляцию. Наследники Победы. Лариса, давай напомним, когда, во сколько и где нас смотреть? Смотрите нас в наших соцсетях, смотрите нас, конечно, на 21-й кнопке телеканала «Тюменское время». Я уже сказала, что мы начинаем в 9, мы будем 6 часов в эфире, это беспрерывное вещание, это охват не только Тюменской области, но и других городов нашей необъятной страны. И также хочу всех пригласить на площадь, к свече памяти, на площадь памяти, где уже традиционно из года в год мы проводим свою акцию «Я горжусь». Туда можно прийти и рассказать свою историю. Эта история обязательно попадет в эфир нашего телемарафона, либо будет показана после завершения трансляции. Так, 9 мая включайте свои телевизоры, экраны, телефоны и смотрите телемарафон «Наследники Победы» в прямом эфире. Всей областью и всей страной отмечаем 79-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Встречи с ветеранами, семейные истории, общероссийские патриотические акции, спортивные и концертные программы. Телемарафон «Наследники Победы» 9 мая в 9 утра. Спасибо всем за разговор, всех с наступающим праздником. А на этом все. Вы смотрели «Вечерний хэштег». Для вас работала Гульнара Успанова. Всего доброго и до встречи в эфире. Вечерний хэштег. Вечерний хэштег. Вечерний хэштег. Субтитры создавал DimaTorzok